МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Слям алейкум, здравствуйте! В эфире информационный выпуск новостей Хаберлер. В студии для вас работает Арсен Библаев. Сегодня в нашем выпуске. В Бочесарайе продолжается реставрация Ханского дворца. Полным ходом идет реставрация прогнившей кровли Большой Ханской мечети. Реставрируют и другие части культурного комплекса. Дом культуры, мечети и другие социально важные объекты и инфраструктуры Раздольнского района нуждаются в ремонте. Жители Смелубея в Евпатории встретились с представителями власти. Рассказали о том, как сложно добираться по бездорожью в дожди и о нехватке мест в городских детских садах. Верховный суд Республики Крым начал оглашение приговора лидерам преступной группировки Башмаки, державшие в 90-е годы в страхе весь полуостров. Александру Данильченко и Николаю Капитинскому об этом сообщает информационный портал Крыминфорум. Оба обвиняются сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Бандитизм, покушение на убийство и убийство двух и более лиц, совершенные с особой жестокостью организованной группой, а также приобретение, хранение и ношение оружия совершенной преступной группой. Управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации по Крыму провело более 20 судебных экспертиз по делам 20-летней давности. Удалось найти потерпевших и свидетелей старых преступлений. Ведомстве также уверены, что собрали неопровержимые доказательства причастности лидеров банды Башмаки к нескольким десяткам преступлениям. В Крыму снизят цены на бензин. Власти Республики Крым договорились с нефтетрейдерами о снижении розничной цены на топливо. Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров Республики Крым Игорь Михаличенко. По его словам, договоренность была достигнута вчера на рабочем совещании с представителями крупных нефтетрейдеров региона. В свою очередь, начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС России Дмитрий Махонин отметил, что существуют экономические припосылки для снижения цен на топливо. По его словам, нефтетрейдеры согласились с данным фактом. В Крыму на постоянной отставе будет осуществляться мониторинг ситуации. Кроме того, добавили в пресс-службе, что достигнута договоренность о снижении логистических издержек, прежде всего, связанных с Керченской паромной переправой, о согласовании планов, направленных на накопление запасов, необходимых в случае возникновения ЧАЭС. Назначен новый заместитель Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым. Начальник управления по вопросам межнациональных отношений и национально-культурного возрождения репрессированных из Крыма народов. Им назначен Попов Александр Степанович. В Большесарае продолжается реставрация Ханского дворца. Через шесть лет годами забытый памятник архитектуры невозможно будет узнать. Полным ходом идет реставрация прогнившей кровли Большой Ханской мечети. Реставрируют и другие части культурного комплекса. На все работы выделено больше миллиарда рублей. За ходом работ следит и наш корреспондент Ая Шашлакова. Вывернулись наизнанку и оставили. Но это потому, что стены стали замокать, потому что территория ландшафт нарушена. Это северная часть Ханского дворца – Персидский дворик. Один из уникальных объектов музейного комплекса. После раскопок в украинский период эту территорию не законсервировали. Дожди много лет разрушали памятник культуры. Как результат, изменился сток поверхностных вод, обрушился забор, стена гаремной части вовсе наклонилась. В фруктовый кабинет в северной части комплекса сотрудники музея добираются словно канатоходцы. Иначе никак. Пол второго этажа настолько прогнил, что ходить по нему опасно для жизни. В последний раз нога туриста ступала здесь 30 лет назад. Гнилые полы, крыши, как решето, обшарпанные стены. Здесь фундамент уже негодящий, но крышу вы сами убедились. Именно по этой причине монтируется навес с тем, чтобы можно было провести противорийные работы, а затем уже реставрационные. Это, конечно, процесс очень длительный. Судьба Большой Ханской мечети – печальник. Кровля здания не расстрадала после пожаров. Однако мало кто знает, что от аутентичной дубовой древесины в кровельной системе дворца мало что осталось. Черепицу и балки крыши неоднократно бесшумно меняли на подручные материалы. Одна балка была дубовая. Все остальные, вся остальная конструктивная система крыши была из хвойных пород, также попадались фруктовые. То есть это все в процессе предыдущих ремонтных работ за последние несколько веков. За украинский период дворец пришел в удручающее состояние. Реставраторам придется исправлять ошибки своих предшественников. С вами прозвучало, что есть в России и за рубежом очень авторитетные реставрационные институты, есть специалисты всемирно признанные. И я думаю, пригласить их сюда, провести конференцию, думаю, они поделились бы своим опытом и где-то, может быть, тоже пошло бы на пользу. Хотя и сегодня, я смотрю, делается очень много и довольно, видимо, правильно, но провести такую конференцию, оно практически будет пользой бить. Как сегодня восстанавливают хан-сарай, все желающие могут увидеть воочию. На очередном собрании собрались эксперты своего дела, представители Министерства культуры, Совета Крымско-Атарского народа, историки и общественники. Дворец гиб, потому что балки сгнили, доски сгнили наверху, оказывается, половина залов закрыта. Те залы, в которых я когда-то водил экскурсии, они там опасно ходить. И теперь самое главное, что мы видим, эти новые прекрасные балки, склеенные, с сертификатами. То есть процесс спасения дворца – это реальность. И крики, которые, это можно сравнить с человеком, которого спасли, когда он тонул, и он возмущается, чего это его за волосы хватали. Надо спасать, надо вот эти работы вести, и надо не останавливаться. Наоборот, дало государству на большое-большое спасибо сказать, использовать эти ресурсы, и не стоять, не плакать, а быстренько делать и выполнять. То, что говорят там черепица, не татарская, ну и что не татарская. Она аудентичная черепица, такого же размера, такого же цвета, с такого же материала, с керамики сделана. Ханский дворец под пристальным вниманием общественности. Работы по реконструкции исторического памятника вызвали бурю обсуждений в социальных сетях. Однако оценки чаще всего дают не профессионалы, а диванные эксперты. Можно назвать сегодняшнее мероприятие разрушением мифов, которые искусственно формируются извне, вокруг Ханского дворца. И могу сказать, если бы не воссоединение Крыма с Россией, то Ханский дворец мог бы просто-напросто погибнуть. И самое важное, что мы, не нарушая, не выходя за рамки предмета охраны, делаем все для того, чтобы Ханский дворец сохранить для потомков. Ханский дворец состоит из 16 объектов. Это главный корпус с ханским кабинетом, официальный зал приемов, гарем, две мечети, дом муфтия, башни, внутренние дворики, сады и фонтаны. В течение шести лет планируют эти объекты привести в должный вид. Из федерального бюджета выделено 1 миллиард 600 миллионов рублей. Айша Шулакова, Аким Бекиров, телеканал Милет, Бахчисарай. Сегодня знаменательная дата Крымской весны. Ровно четыре года назад нынешний президент Украины Петр Порошенко прибыл в Крым. Над зданием органов власти уже был поднят российский флаг. Жители Крыма не пустили Петра Порошенко, украинского бизнесмена и политика одного из организаторов смены власти в стране к зданию Верховного Совета Автономии Республики. Порошенко подъехал на автомобиле к милицейскому оцеплению, выставленному около парламента. Однако там его встретила толпа крымчан, которые кричали ему прочь из Крыма. В итоге Порошенко пришлось с трудом ретироваться. Вчера около 17.00 на трассе Армянск-Инферополь водитель иномарки не справился с управлением из-за заснеженной трассы. Выйдев на встречную полосу, машина влезетела в сугроб на обочине. Вытаскивали всем миром. Водительская солидарно за несколько минут собрала порядка 10 машин. Оборвав несколько тросов, машину вытащили на дорогу. Он ехал, ушел на встречную, ушел в обочину. При такой погоде надо соблюдать скоростной режим. Крым остановили все и помогли дружно вытащить его. Вот и все. Не превышайте скорость в гололед. Итальянская делегация посетила Ялту. В свою очередь гости из Италии рассказали, что посещают Крым не впервые. И при этом каждый раз приходят в восторг от удивительной природы и уникального климата. Участники встречи обсудили с главой администрации Ялты вопросы, которые в одинаковой степени волнуют и крымчан, и жителей Италии. Среди них перспективы развития виноградарства и виноделия, укрепления дружелюбных связей, проблемы, связанные с введением санкций. А вот в Крым еще приедет делегация из Норвегии, которая будет выступать в качестве наблюдателей на предстоящих выборах президента Российской Федерации. Об этом сообщил депутат Госдумы Руслан Бальбек. По словам парламентария, делегацию планирует возглавить глава организации Хендрик Вебер, который уже посещал Крым в октябре 2017 года. Дом культуры, мечети и другие социальные важные объекты инфраструктуры Роздолинского района нуждаются в ремонте. Северо полуострова подробнее Арзахасянова. Зимой полы дома культуры превращаются в каток. Бетон покрывается инием, без сноровки можно поскользнуться. Температура тут минусовая. У нас работает 9 кружков художественной самодеятельности. Ходят к нам дети и взрослые, вот сейчас наши там выступают. Но в таких условиях не всегда можно работать, потому что люди сюда не хотят особо идти, в этот холод и все остальное. Евгения Ильинична работает здесь 40 лет. Вспоминает, раньше их район был передовиком в Крыму, а в Доме культуры, где прошла вся ее жизнь, всегда звучал детский смех, а со сцены выступали артисты первого эшелона. Здесь была и Людмила Зыкина, со шлягером «Течет река Волга» и Махмуд Исанбаев с балетными «Па». Этот актовый зал одновременно может вместить больше полутысячи зрителей. В свое время здесь встречали аплодисментами таких артистов, как Фивзи Белялов или ансамбль «Хайторма». Сейчас здесь разве что пар изо рта и течет крыша. Но даже в таких условиях искусство не умирает. Ближайший концерт запланирован на 8 марта. Будут поздравлять женщин. После распада Союза с приходом незалежности было не до культурной жизни. Большое двухэтажное здание нельзя было отремонтировать словами и обещаниями. А деньги украинские чиновники привыкли держать ближе к сердцу. В новых же реалиях новые возможности. В рамках региональной недели Дом культуры посетил Руслан Бальбек. По каждому своему выезду я докладываю главе республики по всем проблемным вопросам. И гораздо быстрее будет эта реакция. Я возьму на личный контроль глава. Спасибо большое. Давайте. Дай бог общими усилиями, чтобы мы все это сдвинули. В этом же селе к депутату обратились жители. Здесь уже который год не могут построить мечеть. Все упирается в деньги. На строительство необходимо 800 тысяч. А это неподъемная сумма для общины. Часть суммы уже выделили. До конца недели будет 100 тысяч. И окончательно мы так договорились, что поэтапно мы за эту всю сумму закроем. Аллах разбился. Слухи о добрых делах расходятся быстро. О благотворительной программе депутата «Спортзал» в каждый населенный пункт в Раздольном слышали. Попросили включить их в список. Администрации в ближайшее время выделят у земельный участок, а после составят смету для строительства спортзала. Арзыха Сьянова, Дмитрий Низовой, телеканал «Миллет». Сотрудники пограничного управления ФСБ России по республике Крым пресекли попытку незаконного пересечения границы. На прошлой неделе в многостороннем автомобильном пункте пропуска Джанкой на въезд в Российскую Федерацию выявлен гражданин Украины, сменивший фамилию ради того, чтобы попасть на полуостров. Житель Новой Каховки дважды предпринимал попытки в январе этого года пересечь государственную границу в пунктах пропуска Перекоп и Армянск. Однако, поняв, что легально в Крым ему не попасть, решился на хитроумный план. Туристический потенциал Крыма будет представлен в марте на двух крупнейших выставках в России. Ярким примером станут презентации на стендах Крыма в Москве. Участники представят все курортные регионы полуострова, а также для гостей крупнейших отраслевых выставков России проведут розыгрыш путевок в крымские гостиницы, санатории и пансионаты. В Симферополе сформировали победительский совет юноармии. Это первое заседание, в котором приняли участие представители органов власти, руководители оборонно-промышленных предприятий, участники боевых действий и другие. На собрании обсудили, как с помощью службы воспитать патриотическое поколение. В Республике Крым уже активно развивается движение юноармейцев и насчитывает более тысячи участников в 16 местных отделениях. Это движение учит быть неравнодушным к проблемам общества и делать самостоятельный выбор. Перспектива развития – два направления. Это школьные отряды и жизнь школы в рамках российского движения школьников, работы с ветеранами, изучение истории здесь на месте. И городской отряд, который будет называться «Клубом Орлята учится летать». Этот клуб будет заниматься из лучших представителей юноармии в городе, теми делами, которые занимается город. Жители Исмаил Бея в Евпатории встретились с представителями власти, рассказали о том, как сложно добираться по бездорожью в дожди и о нехватке мест в городских детских садах. Об итогах беседы наш корреспондент Инвер Абразис. Как говорится, накипело. Даже за два часа людям не удалось рассказать обо всех проблемах поселения. В одном из самых крупных районов Евпатории Исмаил Бея прошла встреча жителей с представителями власти. Начали довольно эмоционально, однако разговор перешел в конструктивный. И все-таки удалось поговорить о проблемах спокойно и размеренно. Как касается дела Исмаил Бея, то дороги вот что-то не так, то у нас не в ту сторону что-то пошло, то люки наши не подходят, то еще что. Если взять именно Российскую Федерацию, да, но нам же выделили эти деньги из ФЦП, правильно? К нам, значит, нормальное у них отношение. Это значит, у кого-то на местном уровне, я не знаю, на каком высоком, низком, среднем, такое отношение именно к нам. Перечисляя все беды района, начали со слов Гоголя. Дураки и дороги. Причем основной акцент пал именно на транспортные пути. Около 27 лет люди просили засыпать улицы хотя бы щебнем. Деньги вроде бы как и выделялись, но проходили через мертвые души. В 2016 процесс сдвинулся, но вскоре был снова заморожен. Жители пришли со своим чаянием, со своими проблемами, на котором мы сегодня обсудили. В целом, ряд решений, которые приведут к тому, что объекты, которые были запланированы относительно строительства в 2016 году, сегодня плавно перешли в 2017-2018 год, будут закончены в те сроки, которые сегодня были определены. Жаловались и на отсутствие детского сада. Финансирование на объекты федерально-целевой программы есть, уверены жители. А детей обучать негде. Перешли и к обсуждению грядущих выборов, отчетливо понимая, насколько важен вопрос поддержки государственной политики. Мы сегодня выбрали из 11 человек инициативную группу, которая сможет участвовать в этой встрече, задать те проблемные вопросы, которые находятся в этом населенном пункте Исмаил-Бей. Да, были затронуты вопросы сегодня по выборам. И вот, если вы, наверное, видели, сами все присутствующие сказали, да, надо идти на выборы, так как все-таки мы живем в этом государстве, и мы должны участвовать во всех процессах этого государства. Новосозданная группа активистов Исмаил-Бея уже сегодня готова встретиться с главой республики. Просьбы и подписи готовы, проблемные точки обозначены, даже готовы предложения путей решения некоторых задач. Энвер Аблизис, Аким Бекиров, телеканал Миллет. В администрации Симферополя обсудили планы по капитальному ремонту городских улиц. Мэр столицы сообщил, что глава республики Крым Сергей Аксенов поручил организовать координацию всех капитальных работ, проводимых на территории Симферополя. В том числе речь идет и о замене электросетей, теплотрасс, водоводов, водоотводящих коммуникаций и слаботочных сетей. В настоящее время уже разработан ряд проектов по капитальному ремонту городских улиц, которые предусматривают работы по реконструкции либо прокладки ливневых канализаций, переносу воздушных сетей под землю, замене дорожной основы и укладке нового покрытия. Вместе с тем, выполнение этих проектов без замены теплосетей, водоводов и других коммуникаций, которые сполагаются на участке реконструкции, нецелесообразно. Первое – это улицы Пушкина, которые будут делаться от улицы Горького до улицы Гоголя. Там тоже нам придется менять все сети и делать это параллельно. Это улицы Пролетарская, это улица Карвамарса, Роза-Лексембург, улица Киевская от Московского кольца на выезд Симферополя. Все эти улицы практически разбиты. Почти везде менять тротуары, нужно расширять где-то, делать карманы, пересаживать деревья. То есть это комплексный подход. Но уложить такие деньги, без того, чтобы разобраться с сетями, бессмысленно. Теперь жители Симферополя смогут заряжать телефоны в маршрутках. В столице появились автобусы, в которых размещены USB-разъемы. Их мощность составляет 5 вольт, 2 ампера. Не хватает заряд-заряда, и поэтому не имеешь самой зарядки. Имеется, например, USB-кабель, и можно зарядить в любой момент. Что жители столицы думают о таком нововведении, как USB-разъем для зарядки своих гаджетов, мы спросили жителей Симферополя и получили такие вот ответы. Я считаю, что некоторым людям нужно, почему нет. Полезно, так как у многих студентов телефон быстро садится. Очень нужен для учебы. Очень полезно, ведь в такие моменты, когда садится телефон, и нужно подзарядиться. Это полезно. У многих может разрядиться телефон, и можно подзарядить его. Во всяком случае, можно дозвониться. Я думаю, это очень удобно, потому что бывают такие ситуации, что дома не успели зарядить, или что-то нужно связаться с родителями, с друзьями. Но я думаю, это очень удобно. Сноуборд и надувные сани. Жители Севастополя во время снегопада добирались на работу на сноуборде так называемой лягушки, привязанной к заднему бамперу автомобиля. Такой вот способ транспортировки попал на виде размещенного в социальных сетях. Как предполагают пользователи, таким образом горожане обижали пробки, в которых вчера буквально застыл Севастополь. А вот в Керчи волнуется море. Ветер разбивает волну о набережную Керчи. На это зрелище вживую приходят смотреть отчаянные керчане. Но можно наблюдать за этим зрелищем природы и через веб-камеры. Шторм может остановить работу керченской переправы. В ночь на четверг возможна остановка работы керченской паромной переправы из-за непогоды. Об этом сообщили в морской дирекции. Тем, кто планирует поездку через Керченский пролив, рекомендуется следить за работой переправы на сайте морской дирекции. Это были все новости на сегодня. В студии для вас работала Сана Бибулаев. Хорошей вам погоды. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин